Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Герасимова и её гости. И у меня сегодня копиранг Юрий Табах. Юра, здравствуй! Здравствуй, здравствуй, Светлана! Вот, знаете, товарищи, дорогие господа зрители, мы сейчас до начала эфира с Юрой говорили, и я ему сделала такой комплимент, что Юра – это человек-праздник. От его улыбки, от блеска его глаз, и, главное, от того, что он говорит, всегда веет таким оптимизмом, что жить хочется. Что ты смеёшься? Ты это всем мужчинам говоришь. Мне правда. Всем мужчинам я говорю разные комплименты. У меня их много. Ну ладно. Юр, вот, знаешь, посмотрела твоё интервью «Последние американские горки» с Марией Максаковой, и там вот есть Виктор Воля, комментатор, он написал, такой опубликовал анекдот интересный. Вот такой анекдот. Шойгу, а зачем мы с тобой толкаем машину к пропасти? Тише, Герасимов, не кричи, а то Путина разбудишь. Вот, ты знаешь, ведь анекдоты, они же не просто так рождаются, да? Под ними что-то есть. Шойгу и Герасимов действительно толкают вот всю эту кампанию к пропасти? Да, конечно, конечно. Ну, опять же, за рулём же спящий Путин, или ему снится какие-то хорошие сны, или он в какой-то фантазии живёт в параллели. Но это давно ещё Меркель сказала, что он живёт в параллельном мире. Поэтому, да, анекдот старый с бородой, можно сказать. Но всё равно анекдот, но когда анекдоты уже начинают всплывать или ходить про кого-то, то ты понимаешь, что что-то не понятно, про Пробрежнева было много анекдотов, помнишь? Да и про Сталина было много анекдотов, просто люди их не говорили, они им не делились. А так, конечно, про Хрущёва можно, когда вот эти анекдоты начали появляться про них, то ты понимал, что власти у них не так много, народ не с ними. Не просто так анекдоты придумываются, рассказываются, они же берутся из жизни. Почему там много вот анекдотов евреев рассказывали, а армяне? Да из жизни, из циничности к жизни. Они взгляды, насколько жизнь обманчивали, дурна, и люди дураки. Вот сейчас у нас во время выборов, например, много стало ходить анекдотов про Байдена. Было очень много анекдотов. Такой мой любимый был, что он говорит. Ксен мужик говорит, я так себя плохо чувствую. Вчера полчаса орал на родителей, полчаса орал, называл их старыми идиотами, зачем они пошли и проголосовали за Байдена. И кричал из них, а потом ушёл с кладбища. Вот теперь себя плохо чувствую из-за этого. И там сейчас у нас такой анекдот ходит, что девочка во дворе, которая всем обещает дать, но не даёт. За спиной, за глаза. Мальчики её называют Байден. Понятно. И в этом есть резон, вероятно, да? Ведь, вот посмотри, в разных точках земного шара в связи с разными событиями ждут реакции президента мира, президента Байдена, а её нет. Он уснул. Он спит. У нас что, все лидеры спящие прямо за рулём, да? Ну, они за ним, они за ним повторяют. Конечно же, за лидером. Лидер-то и есть. Почему он называется лидером? Потому что все повторяют за ним. Он говорит, делай, как я. Вот чем отличается лидер от менеджера или от босса. Он говорит, делай, как я сказал. А лидер говорит, делай, как я. Но они все делают, как лидер сказал. Спят, тянут время. Вот уже опять сенсацию. Скоро должны прийти первые 10 танков американцев. Куда придут? Зимой. Что они с ними тут вообще? Так они ещё не пришли, абрамсы? Нет. Давно была информация, что вот-вот, со дня на день? Ну, Брэдлис пришли, но это не танки, это боевые машины, машинные пехоты. Это другое. Это не танки. Я именно про абрамсы. Нет, абрамсы не пришли ещё. И когда придут, неизвестно. Говорят, вот со дня на день, вот 10 должно прийти. Но опять же, что они придут зимой. Ну, и потом абрамсы здесь не нужны. Это не танк не для Украины. Ну, то, что он весит 65 тонн, там, разная модификация, наверное, этот чуть-чуть легче будет. А мосты все в Украине 50 тонн, 55 тонн максимум. Поэтому они никуда двигаться-то не смогут. Они будут кружить на одном месте. Их перевезти невозможно будет. Потому что мостов нет. Ну, много таких разных есть деталей. А вот леопарды, да, леопарды бы нужны были. Но леопарды не давали, пока не дали. Вот эта вот политика, это вот каждый раз. Зачем мучить летчиков, если нет самолетов? Зачем давать самолеты, если нет летчиков? Этот заколдованный круг вечно кидает Украину. Начнем, пришлем штаб. Помнишь, это было? Пришлем штаб с американским генералом, который будет тоже, значит, координировать войну в Украине. А как же прислать штаб, координировать войну, если войны нет? Война не объявлена. Спецоперации. Вот они начинают эти политические игры. Спецоперации, но до хрена людей убивают в чему-то в этой спецоперации. До фига солдат. На этой не войне гибнет очень много солдат. Вот, Юра, чуть ли не с начала войны идет вот эта история. Абрамсы, абрамсы. Когда дадут абрамсы? И вот сейчас, спустя год и семь, или даже скоро восемь месяцев войны, ты вдруг заявляешь, что абрамсы-то, оказывается, и не нужны особенно. Да нет, они всегда не были. Это не тот танк. Точно так же, как и антисемиты здесь говорят, вот, израктяне могли бы дать Меркова. А Меркова вообще семь с тонн. Танк для пустыни. Где он в этой грязи здесь утонет? В болотах. Нет, не такие танки нужны. Не эти танки. Леопарды, ну, танки европейские нужны. Да. Которые, ну, и сделаны в Европе. Для войны в Европе. Абрамсы – это тяжелые танки. А Меркова – вообще тяжелый танк. Вообще огромный танк еще. Даже в Америке у нас таких танков нет здоровых. Таких крупных. Но дело не в этом. И броня будет на этом и Абрамсе не та. Там много разных вещей, которые… Политические решения. И генерал Патряус сказал, что дали мы эти 31 танк. И то на потом, и то на заказ. Только для того, чтобы немцы дали леопарды. Иначе немцы леопарды не давали. Эти политические игры. Причем тут одно к другому. Я не связываю. Идет война. Надо восстановить убийство. А оно продолжается. Люди другим заняты. Понятно. Вот давай я возвращаюсь к анекдоту, который я первоначально процитировала. Вот скажи, зачем все-таки добились того, что убрали Суровикина, убрали, значит, Пригожина? Даже украинские военные, военачальники и то честно говорят, что это были самые способные, самые способные военачальники российские, да? Которые, собственно, и вели, двигали эту войну. Ну, смотри, чтобы люди нас не осуждали, что значит, они были способные. А они были как жуков, такие способные. Они не жалели людей. Они не считались ни с чем. И тем же временем они были каризматичные и лидеры. Они были лидеры плохие, злые, но лидеры. Они были убийцы, и тот, и другой. Были бандиты-убийцы, просто один был в законе, а другой был в законе. Но из-за них гибло много гражданского населения украинского, из-за них гибло много украинских солдат. Это да. Они воевали таким, я не могу их назвать способными военачальниками, но они были способные лидеры. И Суровикин всегда был известен своим кровожадием, и Пригожин тоже. Пригожин отыграл свою роль, как там и Моторола, и все эти бандиты, они отыгрывают свою роль, а от них избавляются от того, как они станут чрезвычайно популярными и наберут слишком много силы. Власть их использует. Мы тоже самое делали с мафией во Второй мировой войне, с итальянской, со многими другими бандитами. Поэтому с Пригожиным понятно, что произошло, просто пришла его очередь. Сейчас вот, видимо, пришла очередь Кадырова. Начинается с мелких, заканчивается потом крупными. Это обычно дело. А Суровикин, он военачальник. Он тоже стал набирать чрезвычайно много силы и популярность. Лидеры, в принципе, гражданские не любят, когда военные набирают много популярности или много силы. Но вот Эрдоган. В среднее время там Эрдоган известен. Когда он пришел к власти, я как раз вот служил в Турции. И все генералы и адмиралы, с кем я служил в тюрьме. Он их всех посадил. Во время войны тенденция, что есть генералы, как некоторые, которые приносят тебе победу, но в то же время они становятся популярными в армии, среди населения. То есть, они начинают конкурировать с главнокомандующим. Поэтому диктаторы, в основном диктаторы, они начинают его бояться. Ну, мы знаем, вот у нас, например, генерал Макхартер такой был. Тоже он был один из самых популярных начальников. Его начали бояться и убрали. Ну, и наш любимый генерал Патреус. Тоже был чрезвычайно популярный генерал, чрезвычайно талантливый. Потом он стал глава ЦРУ. И в конце концов его популярность и любовь, народная любовь привела к тому, что Клинтон... Клинтонша. Клинтонша. Одна его, Хилари Клинтон, она его и убрала. Потому что она понимала, что он и создат конкуренцию в президенты. И Обама его там... Пришлось ему идти в отставку. Он демократ. Ну, и короче, мы это видим. И получилось то же самое с Суровикиным. Он набрал популярность. И во время войны это я говорил о демократических странах. А у диктаторов по-другому. У диктаторов у них еще и паранойя. Не то, что они создают политическую конкуренцию, а они могут их вообще скинуть и убить, и расстрелять. И мы знаем там Пиночеты, разных генералов. Ну, и тот же Камал Ататурк. И когда диктаторы видят, что война затягивается, когда они видят, что генерал начинается и армия, потому что они сами должны набрать, ну, армию продать популярную вещь, что вот в армии служить хорошо, быть офицером, быть минералом, быть сержантом, быть солдатом, драться за Родину, это хорошо. Но потом эти генералы, и они начинают их бояться, они начинают, у них паранойя развивается. Это было у Гитлера, у Сталина, это, мы тоже знаем, он вообще очистил всю армию от офицеров и генералитета, он их боялся, потому что заговор был против него и так далее, и так далее. Они боятся заговоров против себя. Путин в очередной раз обхитрил, он использовал Пригожина, чтобы вычислить, кто заговорщик и кто из генералитета пойдет против него. Суровикина поймал на этом. Да, понятно, ну, так решили, значит, россияне, это их дело, а вот смотри, давай про Украину поговорим, с назначением министром обороны Рустема Умерова прошли, произошли подвижки в контрнаступлении на твой взгляд военного. Нет, они не могут, это не зависит от министра обороны, министр обороны это менеджер, это не воин, это гражданское лицо, он должен, министр обороны занимается тылом, занимается, чтобы было снабжение, занимается, чтобы были контракты, занимается политической и политикой вооруженных сил, он занимается дипломатией, он занимается договоренностями с другими министерствами, с президентом, то есть министр обороны в военных действиях не участвует, он не принимает участие в решении, когда будет наступление, где какие будут расположены войска, нет, это может быть в Советском Союзе министр обороны имел такие функции, но не в демократических странах, это министр обороны это чиновник, это не военное лицо, но мы же, у нас же с тобой была целая программа с Корчагином, Андреем, с нашим любимым другом, который очень настаивал, чтобы я был министром. Да, 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 понятно, ну это ладно, но вот смотри, Залужному с такой подстраховкой, как Рустем Умеров, наверное, проще работать или нет? Я не знаю, я не знаю, опять же, то, что я слышу, что это прекрасный человек, что это очень такой хороший человек, не коррупционер, но опять же, понимаешь, замена одного человека ничего не сделает, какой бы он ни был гениальный, если это только там не заменит одного президента на другого, и этот президент будет чрезвычайно жесткий, и там брата разного посадят за коррупцию или что-то такое, а один человек, нет, это должна быть команда, это команда, если он приведет свою какую-то новую команду, и они начнут работать, как говорится, честно, то, боюсь, в войну проиграют, почему, потому что опять же, вся система не может вдруг одна из шестерен, у нее зубы по-другому поставить, да, у нее правильная она самая закаленная, самая сильная шестеренка, она не может крутить все остальные, потому что у нее зубцы стоят не так, то есть один человек не поменяет ничего, это нужно всю команду менять, а если поменять всю команду, то во время войны они не смогут функционировать, потому что все равно много вещей завязано на договоренностях, на договорняках, на откатах, на том, на сем, я боюсь, что это внесет такую огромную перемену в самой системе во время войны, что может остановиться машина, а этого сейчас допускать нельзя, поэтому не надо лукавить, да, есть коррупция, коррупция есть везде, у всех, просто опять же, насколько она, коррупция, это как исключение или коррупция, это как правило, но бороться с этой коррупцией, опять же, я считаю, нужно после войны, сейчас уже так есть, как есть, и с этим надо работать, и вот сейчас во время боев, во время всего менять всю систему каким-то образом, это шок системы, но это не поможет в войне, поэтому я считаю, что сначала надо добить врага, а потом будем, вот, хочешь о коррупции, я тебе расскажу, что у нас происходит с коррупцией, так, чтобы не говорить, что, что только, вот у нас есть Камала Харрис и президент Байден, у них был проект, такой самый длительный проект, что они автобусы, чтобы люди больше пользовались автобусами, а не машинами лично, и чтобы они автобусы, они сделали их так массово, как вот там в Советском Союзе или в Европе, такую, сделать сеть трамваев, автобусов, троллейбусов, метро, чтобы люди пользовались публичным транспортом, а не собственными машинами, сделать парковки возле хабов, откуда можно сесть на эти автобусы, автобусы электрические, автобусы, и была такая программа, создана Протер, это они создали, они вбухали туда, насколько я понимаю, 8 миллиардов долларов, чтобы построить вот эти, вот создать эту фабрику с автобусами, с электроавтобусами, и Камала Харрис еще сказал, тогда все смеются, что ну вот почему мы это делаем, мы это делаем, чтобы люди могли добраться туда, куда они едут, а раньше как будто без электроавтобусов люди не могли добраться туда, куда они хотели доехать, не могли, вот, и это огромная афера, это получилось то, что эта компания сейчас обанкротилась, то есть потеряли эти деньги наши государственные, мои налогоплательщики, а куда никто понять не может, никто ничего не может понять, куда делись деньги, почему компания кердыкнулась, сделала несколько автобусов, они не поехали, в холодных штатах они замерзли, в жарких штатах они перегрелись, колеса не крутятся, в общем, автобусы не работают, а наклепали их, что теперь с ними делать, и выясняется, что это была большая афера, большая афера, что она у нас называется это панп и тап, то есть влили деньги, а потом слили компанию, а почему это сделать, а потому, что выясняется, кто были также вкладчиками, инвесторами в эту компанию, память, и проверишь, алгор, наш самый гуру, который за зеленую, он же также сказал, что он интернет забрел, такое у нас есть, алгор, бывший яйцепрезидент, потом президент продвигался, бушу проиграл, и все время кричал, что у него украли выборы, и в Флориде надо было делать в пересчет, это за то, что сейчас судят Трампа, который говорит, у меня украли выборы, как только он это сказал, это нельзя говорить, а до этого и Клинтон, и Алгор, они могли говорить, и пересчет шел в штате, а Алгор, который за зеленую энергию, всегда это такой его конек, правда он везде летает на своем самолете, не электрическом самолете, хотя я тоже не понимаю, как электричество зеленая энергия, она тоже не зеленая. Дженнифер, Гребнер, она у нас была министром энергетики и сидела на совете директоров этой компании и доли свои продала сразу перед тем, как компания Кирдыкнулась, заработала на этом полтора миллиона долларов, ничего не напоминает, министр энергетики участвует в какой-то энергетической компании, компания Кирдыкнулась, как раз вот так удачно до этого продала долю в этой компании, разорила, а сама обогатилась, ну и конечно же не обошлось без господина Сороса, который инвестировал в нее 20 миллионов долларов и потом тоже очень удачно продал свои паи прямо перед тем, как эта компания, то есть pump and dump они закачали, а потом слились все свои доли и заработали ну вот это коррупция у нас в стране или не коррупция, все это разыграно президентом, вице-президентом и мы потеряли 8 миллиардов, мы налогоплательщики потеряли 8 миллиарда, а вот эти люди каким-то образом заработают, на этом неплохо, больше чем налогов, которые они заплатили, поэтому коррупция она везде и пока ты не поменяешь систему, она будет существовать, но если мы в Штатах можем это сделать и не хотим, то украинцы хотят, но не могут. Да, в общем США с твоего чисто американского взгляда это не та держава, которая в белоснежном пальто стоит на Олимпе, так сказать. Есть свои... Нет, это не та страна, в которую приехали мои родители. Это не 70-е, не 80-е и не 90-е годы США. Вот в 2000-м миллениум стала уже другая страна становиться. Ну, как ты сказал, Юр, да, все-таки в Америке, в США достаточно силы, достаточно потенциала, чтобы как-то изменить вот все это. И будем надеяться, что будут вот такие перемены. Ноябрь покажет. Конечно. Ну, если ты про выборы начал говорить, да, то вот смотри, я боюсь ошибиться, но кажется, Леон Вайнштейн сказал в одной из передач, да, что украинцы больше всего боятся прихода Трампа. Леон Вайнштейн сказал, да. Нет, Леон Вайнштейн, я не знаю, не смотрел эту передачу, но я думаю, что Леон Вайнштейн не это сказал. Потому что Леон Вайнштейн умный человек, и он следит за внутренней политикой США. Очень так нормально. И он тоже, конечно, ему Украина не безразлична, он тоже слезает. Это сказала, по-моему, CNBC, такая левая у нас передача, такая сестра СНН, только еще может быть левее. Они сказали, что после того, как Блинтон вернулся с Украины, то в Украине было, то выяснилось, что больше всего, что переживают украинцы, это там не война, не Путин, а то, что Трамп придет к власти опять. И вот тогда точно Украину сольют, продадут, ничего подобного не было. Наоборот. Но вот это они объявили и все это подхватили. Я думаю, что Леон не подхватил это, как попка дурак и не повторяет это. Везде они это повторяют. Но где-то есть, я не думаю, что это больше всего украинцев, но то, что украинцам все их СМИ, все вот эти хорошие русские, все эти КГБши, все их СМИ, всех их блогеры промыли украинцам мозги, что Трамп это враг, если Трамп придет, он сольет Украину, то здесь есть доля правды. Что меня удивляет больше всего, что это проделали два раза. Это первый раз проделили в шестнадцатом году, и сейчас проделали второй раз. Что оказывается, Трамп самая большая угроза. Хотя в шестнадцатом году вы увидели, что ничего подобного. Украине тогда было довольно-таки мирно. Да, войну он не мог закончить, потому что таковой войны не было. Украина была дипломатическая отношение с Россией, открытые границы, торговля. Да, они были недовольны, да, перестрелки какие-то были, да, они были недовольны Крымом и Донбассом. Но открытой войны не было. и не может быть у тебя война, что мог остановить Трамп, какую войну мог остановить Трамп, если между двумя странами дипломатические отношения. То есть, посольство функционирует российское в Украине, а украинское посольство функционирует в России. У нас, например, нет посольства нашего в Иране, в Северной Корее, у нас нет посольства в Сирии, еще там несколько стран, где нашего посольства нет. То есть, у нас нет дружеских отношений с этими странами. А если у тебя посольство, то это дружеские отношения. Они могут быть натянуты, они могут ссориться, но войны между вами нет. Если есть война между вами, посольства закрываются, их разрывают. Сейчас уже разорваны дипломатические отношениями. И вот когда шахеды стал Иран посылать Украине, тогда они тоже порвали дипломатические отношения. До этого украины были дипломатические отношения с нашим лютым врагом, с Ираном. Поэтому обвинять Трампа, что он не остановил войну, это глупость. Но они убедили украинцев, промыли мозги, не меньше, чем какому-то 18-20-летнему в деревне в России промыли мозги, что он едет сюда защищать братский народ от фашизма. Также и вот это, конечно же, странно, что второй раз смогли проделать Павел Дальнобой, очень имеет хорошую передачу про это, где он говорит, да, первый раз меня убедили, что Трамп против Украины из-за Путина. Но второй раз он говорит, меня не проведете, потому что я смотрел, что Трамп делал. И в 19-м году закон про Крым, что это будет только украинский, ни чей другой. И летальное оружие снял, веды, которые Обама и Байден наложили. И консульство закрыл, и санкции на Северный поток, и цены на нефть. И все, все, стратегические бомбардировщики. И обвинять Трампа в том, что он в Хельсинки встретился с Путиным, и вот Гордон говорит, ты смотрел на него, опустив глаза, как он еще мог смотреть на Путина, не опустив Гордон не знает роста между, разницы в росте между Трампом и Путиным. Он не может на него вот так смотреть. Должен был на него вот так смотреть. Но никто не вспоминает, почему он встретился тогда с Путиным на несколько минут. Ударил его по плечу и сказал хороший парень. Почему он это сделал? Вот это забыли. Ну, почему он это сделал? Это такая неблагодарность. Показывание убедили, что это... Он это сделал, потому что он сказал, что он не встретится с Путиным, если Путин не освободит 20 украинских моряков. Путин освободил 20 моряков и Трамп с ним встретился. Вот это они не упоминают, что он опустил глаза. Они как он опустил глаза. Почему встретился? Они забыли. Господин Гордон забыл про это. Так же, как и все остальные эти говорящие головы. И вот, конечно же, они убедили украинцев. Поэтому то, что говорит Леон Вайнштейн, есть в этом доля правды, но дело все в том, что это не он сказал. Да, он цитирует, как я поняла. Я тоже думаю, что он цитирует. Да. Вот, Юр, недавно, на днях буквально, выступая на израильском канале Итан ТВ, ты сетовал, что украинские СМИ все выступают по одному шаблону, и вот сейчас у меня про это говорит. Абсолютно. Слово в слово повторяют друг друга. А все-таки с чем ты это связываешь? Почему такое идет повторение? И вот, когда слышишь из каждого утюга одно и то же, ну, верить уже ведь люди начинают, раз все так говорят. извиняюсь, пардон, но это Геббельс еще сказал, что если или по-моему, кто, если повторять вранье тысячу раз, то это становится правдой. И они повторяют, я не знаю, почему они это еще делают. Многие, конечно, люди советского такого воспитания, они сразу же там кто-то контролирует, там, закулисное правительство, или КГБ контролирует. Я, прослужив 30 лет вооруженных силах США, понимаю, что большинство всего это делается из-за лени, глупости, тупизма и что у нас называется капикет, подражания. Ты просто подражаешь кому-то, не думая, не сознатая. Я думаю, что потому, что всегда они говорят, а вот СНН сказала, а вот Нью-Йорк Тайм сказала, они все переводят дословно, что те сказали и передают это у себя на канал. Я это сказал на одном из каналов, меня один раз пригласили на белорусский канал, я это сказал им, больше меня не приглашают, первый и последний раз это было. Я сказал, вы повторяете одно и то же. А почему это произошло? Потому что я подумал, что это украинский канал. У нас там была небольшая стычка, а почему я подумал, что это украинский канал? Потому что я быстро просмотрел, у кого они берут интервью, кто у них выступает. Это все те же люди. Все те же люди. Понятно. Светкан, Гудков, Жирнов, Жданов, Арестович, и Марк Фегин. Вот эти 10 человек одни, какая разница между этим белорусским каналом возгнания и украинскими каналами сегодня не к отходу. Одни нету. Опять же, повторяю, вот я не хочу повторять те имена, не повтори, сегодня Диаспора Юэ вышла с программы, я очень был рад, что у тебя был, Богдан, на твоей программе, Воровец, где они ходят по Конгрессу, говорят, чем они договаривались, что они обсуждали по Украине у нас в Конгрессе. Видели Богдана Воровца или кого-то из нашей команды с тобой, Диаспора Юэ, хоть одном задрипанном украинском канале, ни разу, никогда, вот в это воскресенье, опять же будет митинг возле Белого Дома, уже программа выйдет, это уже пройдет, в это воскресенье, опять будет, надо приходить. Это воскресенье сегодня? Сегодня, да, пока у тебя выйдет программа, это уже будет, наверное, вчера. Но, и, поэтому, никогда, ты, Павел Длиннобой, который, не знаю, сколько лет, построил большой бизнес, катается по всей Америке, всем штатам, хоть разу, этнические, это все этнические украинцы, американцы, те, которые больше всех поддерживают Украину, на украинском языке ведут свои программы, хоть раз кого-нибудь с них пригласили, вот на Дрим, Андрей Азаркин, который прослужил в американской армии, боевой сержант, который тоже есть свой канал, тоже свой бизнес, Любарского даже, Сергея, хоть раз кого-то из них показали, это все люди, которые выросли, построили бизнесы, служили вооруженностью, что-то понимают в Америке, нет, эксперты по Соединенным Штатам Америки, люди, которые здесь никогда не были, или были, но очень короткое время, которые ничего здесь не создали, нигде не работали, нигде не служили, ничего не написали здесь, вот этих людей здесь, в Украине, они почему-то эксперты по НАТО, по вооруженным силам, и ты видишь один и тот же шаблон, одно и то же, говорить о Путине до такой степени, что тебе, ну, ты уже не соображаешь правильно, то есть, он убийца, он дурак, он сволочь, он скотина, он умер, он уже умирает, он валеет, его скоро не будет, вот этого, ты должен вот это толкать, это, ни в коем случае нельзя сказать, слушайте, он умный, хитрый и сильный, и ни хера он не болеет, оживее всех живых, и с ним надо, к нему надо относиться серьезно, а не слушать басни, и вот должны вам продавать вот это все время вам промывать мозги, что Путина скоро не будет, не волнуйтесь, мол, не волнуйтесь, сидите тихо, Путин уже, в Кремле переворот, Байден, все дает, Байден наш друг, он все дает, и партия демократическая за нас, а республиканская против, вот это надо всем тоже говорить, если ты отойдешь от этого курса, попытаешься объяснить, что это не так, что это двухпартийная система у нас, мне годится, все, тебя уберут с экранов, и главное, нельзя упоминать вот это исчезе, ада Трампа, если ты упомянешь в хорошем свете, или скажешь что-то позитивное про него, или скажешь, что извините, вы говорите про него неправду, все, тебя убирают, ты трампист, а если ты трампист, ты за Путина, мне не Байден, ни в коем случае, который брал у него взятки, а вот его сынишка, который уже обвинили, уже нашли, уже прошли все расследования, все равно, этот сценарий не меняется, как только ты отходишь от этого сценария, тебя убирают с главных каналов, тебя там не будет, ну, а если ты еще скажешь, что Андрей Николаевич и Лорионов, то, что он говорил, так и произошло, то, о чем он вас хотел предупредить, то против тебя тоже начнется кампания, как и против него, и начнут говорить, что, а вот он сказал, что войны не будет, он этого не говорил, и ты можешь биться об стенку, как с Трампом, он говорил, что говорили генералы, но он рассказывал, как численность, вычисление, как оккупация, сколько людей нужно, сколько оружия нужно, он ученый человек, он считал, и он может предсказать такие вещи, просчитывая и выстраивал алгоритмы этих вещей, точно так же, как он и поставил российскую экономику и может это сделать для украинских, но это, это страх, что такие люди могут быть умных людей, допускать нельзя, людей здравых или честных, и вот на эти украинские каналы их допускать нельзя, а если ты еще что-то начнешь, начнется против тебя кампания, более того, начинаются заказухи, вот кто это делает, начинаются заказухи, то есть вот у меня в окружении, в моем есть несколько людей, которые здравые, которые пытались что-то сделать, пытались изменить систему каким-то образом, про них сразу выходит старинка, ну, про Максакову, например, все, про нее кто-то прочитал заказуху и уже говорит, а, может, тебе не надо с ней дружить, а, про Илларионова прочитали в заказах, а, может, не надо, про меня прочитали заказуху, где вообще ни одного слова правды нет, со мной получилось немножко конфуз, потому что они идиоты, они не понимают, что это было переведено на английский язык, заставлено в Соединенные Штаты Америки, в Соединенные Штаты Америки люди немножко с бунтоваркой, сказали, вы что, охренели там украинцы? Чудак у нас, герой, значит, мы у него ордена, и все такое, а у вас он оказывается путинистом, тот, который всю жизнь против советской власти, и России действовал, вдруг он, а вы, коммуняки, и комсомольцы, и КГБшники, вдруг, ну, откатили немножко назад, перестали, ну, тоже люди читают, говорят, сколько людей ко мне подошло, и говорят, может, с Ларионовой тебе не надо, с Ларионовой не надо, будь такой, как Арестович, будь, как Арестович, а я не Арестович, что вы хотите, я такой, как я есть, и то же самое, смотри, то же самое у меня еще есть, несколько людей в моем окружении, причем они даже иногда сами между собой могут что-то прочитать, сказать, да, ты же с одним дружишь с этим, генералом опальным, да, дружу, и что, а ты читал про него, читал, а вот про себя читали, про меня читали, они специально это делают, старые, КГБ-шные дела, когда дают заказу, непечатный народ останется, а по ассоциации боится, у меня дома есть несколько фотографий моего дедушки, где-то кто-то вырезан из фотографии, кто-то зачеркнут фотографией, краской, то есть диссоциироваться, нельзя с этими люди ассоциироваться, враги народа, сегодня мы даже не можем ассоциироваться с Улоном Маском, если ты что-то скажешь позитивный про Улона Маска, ты тоже будешь врагом народа в Украине, сразу тебя предлят враги, враги, вот эти вот СМИ наносят огромные, эти блогеры, эти СМИ, это так называемые журналисты, наносят огромный ущерб Украине, светан до сих пор выступает по всем каналам, даже нароше шана, хотя бы вы убрали, нет, и любой другой цивилизованной стране такого бы не было, этим не дается, и вот эти вот заказные публикации, заказные видики, заказные журналисты наносят даже раскол внутри, между семьями, между друзьями, это не поможет, обвинения, страх нагоняют, а то не крутите, все-таки в Украине много еще советских людей, и в Украине много людей, которые пережили этот страх, и с Голодомором, и со Сталином, это у них уже в генах, поэтому они боятся ассоциироваться с кем-то, кого из телевизора объявили врагом, если показали плохого. Юра, вот Илон Маск... Я про тебя забыл, я про тебя забыл сказать, про тебя тоже плохое, у тебя тоже в прошлом были ужасные вещи. В общем, и про меня не меньше, чем про тебя, как говорится, было, как про другого заказухи всегда во все... Про меня меньше. Про тебя меньше? Про меня меньше. Ну да, конечно. Сегодня ты, сегодня ты с Максаковой, а завтра я. А, ну да, понятно. Ну ладно, ничего, это мы переживем. Ну, Юра, вот про Илла на Маска, вот скажи свою точку зрение, да, вот, враг Илон Маск, не враг Илон Маск, что там со Сталинком, подставил он Украину, предатель он Америки, кто он такой? Ну, смотри, враг Украины, самый лютый враг Украины, это Украина. Самый лютый враг в Америке, это американцы. Самый лютый, ну, скажу про свой, самый лютый враг, самый большой антисемит, и враги евреев, это мы сами себе. Самый большой враг, это мы сами себе. У меня самый большой враг, знаешь, кто? Я, я самый трудный себе враг. Вот хуже вражины нет, ты не представляешь, сколько я с ним ругаюсь сначально, и если бы я его мог, я бы его побил бы, ударил бы, просто у меня не получается делать, реально. Ну, надоело, ну, правда, задолбал уже, идиот. И поэтому мы сами себе самые крупные враги. У меня целая программа есть про Илона Маска, как только про него выступили на его же, официальный лиц, на его же платформе, обвинив его врагом. Это глупость, конечно. Этот человек, это опять же, кто дает советы здесь чиновникам, я понимаю, что у них забота, у них идет война, поэтому у них есть какие-то советники, которые советуют, следят за какой-то отраслью, следят за каким-то даром, потом дают совет, что там происходит. И они должны доверять этим людям, потому что они их туда поставили, они их знают. По экономике, доверяют одному человеку, хотя надо доверять галлариону, в моем понятии. У меня даже такое впечатление, что они иногда копируют у него и выдают это за свои. По отношениям с Израилем еще кто-то стоит, хотя надо бы раввинов слушать украинские, которые и правда дерутся за Украину, делают все возможное с гуманитарной точки зрения, с политической точки зрения, а не каких-то бывших КГБшников, которые их научили что-то про Израиль, и они теперь были послами или еще кто-то, теперь они советуют. Провоженные силы Соединенных Штатов Америки или НАТО, тоже надо поставить человеку, который, я не говорю про себя, послушайте совет того, кто там был, кто понимает культуру, кто понимает язык, кто понимает систему, хотя бы знает уставы, законы, а не просто то, которое вам говорит элементарные вещи, которые вы понимаете. С Юлей Латыниной в чем у меня был спор? Что Светана, она понимала, он был умный, он говорил умные вещи, он чушь несет, он чушь несет, ну вы ее понимаете, а раз вы ее понимаете, вы считаете его умным, а Элларионов, конечно же, дурак, почему, потому что он сложно говорить, и не поймешь, о чем говорить, и скучно. А Светан все знает, и на фронте, и там, и здесь, и тут, и к врачу ты идешь, он тебе говорит, у тебя живот болит, ты жалота, живот болит, потому что ты знаешь, что он у тебя болит, он тебе не говорит, там гастрит, шмастрит, эсофагилори флакс, потому что не понимает, как это работает, все такое. Человек запутывается, пугается, потому что он не понимает, что происходит, этого не нужно, особенно лайков, просмотров, это не принесет. И вот, конечно же, про Маска запустили такую вещь, опять считаю, что это частное лицо, у него частная, гражданская компания, у него никаких договоров с Украиной, у него нет никаких договоров с Пентагоном, у него никаких ничего нет, он сам добровольно, за свои деньги, не Байден за наши деньги, даже не Трамп за наши деньги, а он за свои деньги, личные деньги, дал, он таким же образом мог и Россию дать, имел полное право, это граждане, она не санкционирована, это гражданское оборудование, но он дал Украине бесплатно, и вот началось, он отключил, он отключил, нигде он ничего не отключал, он не включал, он просто не включал и на оккупированных территориях, и когда его просили включить на оккупированных территориях, сейчас он сказал, не включил, когда он не включал на Харьковском направлении и Херчонском направлении, то он сказал, что он не успевал, он шел как раз против власти, против закона, давая свои гражданские технологии, которые используются в двойном значении, как военные, его можно судить за это, и наверняка кто-то из зубников появится, из патриотов, которые засудят его за это, уже против него идут слушания начались в Конгрессе, чепуху разную, морочат человеку голову, как там, что может что-то стоило, этим же конгрессменам, судим, ничего это не стоит, они же опять это делают, за наш счет, за деньги налогоплательщиков, а защищаться ему надо за стоящего, хотя все прекрасно понимают, он, ну, он зя, а потом, он человек эксцентричный, понимаешь, он гений, он самый богатый человек в мире, зачем вы его хотите злиться, чем вы сразу хотите его настроить против себя, это глупо, глупо, и вот мне все говорят, не этого поблагодарили, не этому говорили, не этого там, наградили медали, не этому дали какую-то грамоту, я никогда не видел этого, кроме того, что на него сыпят гадости, и так и на Трампа, да, а Обаме дают Нобелевскую премию за мир, до того, как он еще вообще стал президентом, а Трампу дают импичмент, до того, как он еще стал президентом, вот это вот левая свора, это левые бандиты, они этим и занимаются, ну, конечно, в Украине есть и такие люди, старые советские люди, разные люди есть, которые это поддерживают и разносят, к сожалению, СМИ, опять же, Маск не имеет права это делать, по американским законам он не имеет права делать, а он делал, вот слава богу, сейчас он вроде бы эти права отдал Пентагону, да, да, он договорился, что он отдал Пентагону, пусть Пентагону решит, а что он говорил, я боюсь ядерной войны, я не хочу ядерную войну, я не хочу эскалацию, а если я сейчас все это дам, я один человек, у меня нет генштаба, у меня нет конгрессменов, у меня нет политиков, я частная компания, я один человек, если я сейчас это дам, если я сейчас это дам, что-то потом произойдет, я буду за все отвечать, на меня все это повезти, меня никто не избирал, не быть никаким представителем народа, власти, поэтому он говорит, я не мог, и я, да, я не хочу эскалацию, и это частное лицо, за свой счет, так его объявили врагом, а вот ты мне скажи, Светлана, а кто еще все время говорил, самолеты не дадим, даже польские, потому что эскалации, не хотим эскалации, хотим, чтобы деэскалировалось все, танков не дадим, самолетов не дадим, дальнобойную артиллерию не дадим, они говорят, что он не включил на оккупированных территориях Старлинг, а как насчет атаков, которые тоже, да, обрезали, не дали им, чтобы они летели настолько, насколько они могли, то есть не включили эту территорию туда же, но это власти сделали, это сделали люди, которые имеют право это дать, которым Конгресс дал право дать land lease, эти люди, эти люди, ой, спасибо, спасибо за, какая они есть, а все, помощь, всем нам спасибо за помощь, вы наши друзья, вы наши союзники, это чиновники, и те, которых избрал американский народ, а частное лицо, враг, я почему на это так эмоционально реагирую, ну потому что я же сам же продукт врагов народа, моих же родителей тоже объявили врагами народа, за что моего отца объявили врага народа, потому что он хотел помочь людям, потому что он хотел лечить их по-нормальному, потому что он написал статью, ее опубликовали на Западе, это было человеческое, он хотел помочь людям, враг народа, и все, и ходит и треснет, слава богу, дали уйти, целыми, вот эта вот совковость, а когда я вижу и чувствую эту совковость, конечно же, я свою жизнь посвятил борьбе с этим, готов был войной идти на них, а теперь они на всех каналах, вот все эти, которые против кого, я был готов идти войной, и сам погибнуть, ну, конечно, я не собирался сам гибнуть, я собирался, что они гибли, но теперь они вот выступают в Украине на всех каналах и называют таких, как я, как Алионов, как ты, что мы, как Маск, как Трамп, мы враги народа, опять, и у меня все время такое впечатление, мои родители уже увезли меня от вас, уехали от вас, такого черта вы приперлись, опять к нам, и опять мы враги народа, а вы опять герои, вы опять патриоты родины, капец. Юра, вот смотри, да, в Крыму сейчас срочно распродают национализированное имущество, то есть Россия туда пришла, все забрала, себе забрала, разграбила, а теперь награбленное она продает. И вот особо не акцентируют во всех российских СМИ, что продают они с молотка квартиру, значит, Владимира Зеленского. Владимир Зеленский, наверное, с женой ночей уже не спят из-за этой утраты. Вот почему так акцентируют внимание-то? Что хотят-то, на твой взгляд? Они хотят то же самое. Там ничего не изменилось, они хотят денег. Я сразу сомневаюсь, я не верю ни одному их слову, я сразу сомневаюсь, что вообще эта квартира Зеленского, или вообще у нее там была, я даже не знаю где, в Крыму ты говоришь? Но чтобы накинуть цену, чтобы какой-нибудь олигарх купил, сказал, я у Зеленского квартиру купил, и еще помог Родине, что-нибудь такое. Поэтому я не уверен, что это его квартира, что у него вообще там была квартира, а если была, то нет, квартира, а сейчас у них появится еще 10 таких квартир Зеленского, и все они будут Зеленского, или Залужного, или еще кого-нибудь, за что идиоты будут готовы заплатить какие-то сумасшедшие деньги, а чиновники на этом заработают все, не волнуйся, в государство российское это ничего не пойдет, и пользы России это никого не принесет, это воровство, воровство вообще готово, расскажу историю, как это закончится, в конце концов, может быть, не сегодня, может, не завтра, может быть, не при нашей жизни, но это закон закончится не в пользу России, когда я служил в Польше, Польша вошла в Евросоюз, все, законы Евросоюза, на следующий же день приехал мужик, мужчина, ну, он тогда мне казался таким же взрослым, лет 50, ему было, может быть, и сказал, видите, вот это здание, вот я, из Нью-Йорка, здание бывшего ЦК КПСС Польши, а сейчас биржа валютная, когда красивый станет, среди Варшавы, говорит, мое, вот бумажка, бумажка вам не какашка, гоните обратно, воровать нехорошо, но его дедушки, это мое, и началась, память, как там же, люди, выезжать, ничего не знаю, мое, выезжайте, и суд подал, польский суд, еще был, когда польский суд, он говорит, ну вы хотите потратить еще больше денег, вы потратите больше денег, я вам говорю, это мое, вам, опять же, советники у вас, хреновые, которые говорят, что польским судом, выезжаете, польский суд, конечно, решил против него, но европейский суд, моментально, там даже до суда, потом, если сказать, это его отдать, нельзя воровать, нехорошо, вы теперь в Евросоюзе, должны, или вам штраф сейчас влепят, это такое, что мама не горюй бы, и они отдали, потом пришли, скандал, в газетах, пишут, все, кошмар, антисемитизм, он говорит, нет, мое и все, и ему говорят, ну мы крышу только что за 100 тысяч долларов сделали, вы хоть нам дайте, верните 100 тысяч долларов, без проблем, выписывается им чек на 100 тысяч долларов, как только они положили его в банк, этот чек, и он упал на их счета, в этот же день он им выставил аренду на 70 лет, неоплаченную, они говорят, я же вам крышу починил, вы кого хотите обмануть, понимаешь, опять суды, опять скандалы, все, выплатили всю аренду, правда мужик аренду отдал на благотворительность, надо ему отдать должность, аренду, он сказал, слушай, законы знает, вот то же самое, почему я рассказываю это, ребята в Крыму, покупайте Зеленского, Залужного, Буданова, покупайте все 100 квартир, которые у них там есть, покупайте все эти квартиры, оставляйте своим детям, внукам, пусть они их ремонтируют, пусть они их реставрируют, пусть они там устроят биржу, центральный комитет, свободная Россия, или кто там у них, медведя белого туда за несколько, все что угодно, придут к внуке этих заложных, этих Будановых, всех, придут дети, внуки и скажут, бумажка-то вот она, и валите, это, бумажка-то вот она, а сегодня-то это не бумажка, сегодня это все в электронном виде, бумажка не потеряется, не сгорит, не украдут, это бумажка навечно, уже в каждой квартире, не покупайте трофейных квартир, не берите это, все вам придется вернуться, то же самое, ребята русские, братья мои во Христе, не берите квартиры в Абхазии трофейные, не берите квартиры в Крыму трофейные, у вас их, даже за дешевле не стоит, заберут с позором, вообще даже за бесплатно, потому что вам придется ремонт там делать, в чем вклады вы будете делать, и потом, ну, я не хочу давить там на морально, высокую мораль, и духовно, русского человека, потому что я же не понимаю, что такое духовности, а не русский, но я хочу вам сказать, даже с точки зрения высокой духовности, ворованная братья, и наживаться на горе других людей, скажу вам, в Новый Еврейский Год, в Роша Шана или Ра Шахана, тоже, по-моему, еврейский праздник, нельзя, вам выйдет это боком, нельзя, нельзя трогать деньги, на которых есть кровь, нельзя трогать деньги, вещи, на которых есть слезы, на которых есть что-то горе, я вам это, как еврей, говорю в Новый Год, мне выйдет плохо. Наверное, вот на этой очень мудрой, такой, философской ноте и можно было бы завершить наш эфир, но, Юр, я все-таки тебе еще один вопрос задам, да, вот две, как говорится, два противоположных высказывания, что-то, ну, Зеленский считает, что война может закончиться очень скоро, есть аналитики, которые прогнозируют, что война продлится до 32-го года примерно, ты какую-то среднюю позицию занимаешь, или какую? Я по войне вообще никакую позицию не занимаю, потому что война, это вещь очень изменчивая, туда входит и политика, и экономика, и много-много других вещей, которые могут очень резко это все изменить, что-то поменяется в России, что-то поменяется в Соединенных Штатах Америки, что-то поменяется в Европе, и вся война пойдет и так, или всяк, или туда, или сюда. Я хочу только сказать, что президент Зеленский говорил по-английски, а прослушал его речь по-английски, ее перевели на русский, на украинский, и многие даже комментаторы, которые знают английский хорошо, поступили подло, потому что они это перевели так, что президент Зеленский сказал, что у войны не будет хорошего конца, то есть, но happy end. Не будет, как в голливудском кино, хорошего конца. Он пояснил, почему я тоже много раз это говорил, что победы, никакого понятия нет, почему мне нравится украинское слово перемога. Потому что для матери, у которой погиб сын, или для людей, которые потеряли свой дом, которые всю жизнь работали, квартира, машина, детей покалеченных, дочерей изнасилованы, для них победы никогда не будет. Может быть, месть там, или какая-то небольшая, но месть она сатисфакцию не дает. Ты не вернешь человеку сына, ты не вернешь человеку дочь, ты не вернешь отца, мужа, не вернешь. Для них победы не будет. Вот это говорил президент Зеленский. А эти вот мрази взяли и перевели, и распространили. Причем, понимаем, что он сказал, что война проиграна, что победы не будет, что happy end не будет, что, короче, что, мол, мы готовы сдаться. Не это он говорил. Он говорил, что мы будем драться, и будем драться все время. Но радостной победы, вот этого дня победы, чтобы нажраться в очередной раз, деды победили, можем повторить, те, которые уроды, которые к этому отношению никакого к своему деду не имели, а их деда просто послали на убой, гнали за градотряды, или НКВД, то они не понимают, поэтому он говорит об этом. И он объяснил это. Он в этом же предложении сказал, что вот для этих людей победы не будет все равно. Ну, какое счастье будет у матери, если она унесла жизнь своего сына? Ну, чему ей радоваться? Да, хорошо, что оно закончилось. Хорошо, что другие люди не будут гибнуть. Но этой радости не будет. Happy ending не будет. Вот это, о чем он говорил. И я всегда с начала войны говорил, что победы такого понятия нет. Есть, что мы выиграли, может быть, понятие. Есть перемога, выдержали, перемогли, выдержали, выстояли. Это ужас. Поэтому это говорил президент Зеленский. Переводить это то, что украинцы сдались, или война проиграна, я считаю, что это подло. Поэтому я не знаю, когда эта война закончится, и что такое означает окончание этой войны. Я думаю, что лучший вариант, когда, что это станет, станет война не закончится, сосед, он агрессивный, их много. Это такая Израиль, арабо-израильский конфликт, который будет вяло текущий, будет много-много лет. Поэтому говорить о... Но надеюсь, что в скором, что в скором, все-таки Запад начнет вести себя ответственно, и все-таки даст, закроет небо над Украиной, даст достаточно тяжелого наступательного оружия, что Украина сможет освободить свои земли. Свои земли освободить. Но это не будет означать, что это окончание войны. Это будет означать, что украинцы освободили свою землю, теперь будут укреплять свою армию, свои границы, и будут развивать свою экономику, и будут бороться с коррупцией. Но борьба с коррупцией тоже вечная война. Никогда нельзя было сказать, что мы победили во время войны коррупции. То есть, так же, никогда нельзя сказать, что победили в войне против терроризма. Это все тактики, которые используют наши враги, которые вечны. Поэтому с этим это как мыться. Мы все равно будем моемся, потому что мы становимся грязными. Мы становимся грязными, но нам надо помыться. Это вечный процесс. Мы никогда абсолютно чистыми не можем быть. Это борьба с грязью, борьба с микробами, борьба с паразитами и так далее. Поэтому эта борьба будет вечная. наши деды, наши прадеды, наши все-таки всегда оборолись. Наши дети, внуки, правнуки, правнуки, тоже будут всегда бороться. Но это жизнь, видимо. И просто нам надо попытаться создать общество, где этого все-таки будет меньше. Меньше. Мы придумаем спреи, мы придумаем разные мылы, мы придумаем разные вещи, которые будут нас держать, стиральные машины, которые нас будут держать чистое и гигиены как можно дольше и лучше. Ну что, Юль, наш эфир подошел к концу. Громадное тебе спасибо. Такой же тебе работоспособность и высочайший, чтобы было ощущение, что ты на всех каналах разом присутствуешь. Так держать, товарищ капитанник. Спасибо. До свидания, до следующей встречи. Конец эфира. Субтитры создавал DimaTorzok